Но история была такая, когда мы сходили на этот рынок, финиковый, да, и там не нашли никакого ресторана, мы пошли пешком обратно. По дороге я увидела указатель фиш-маркет. Говорю мужу, пошли, может там и ресторан будет. Ну, действительно, пошли в ту сторону, вот сразу нас тут в ресторан и затащили. То есть, там ребята на улице стоят, столиков там много, но на улице никто не сидит, все здесь сидят, потому что очень жарко. Вот 34 градуса вот сейчас, вот так поздно. По моей майке видно? По моей майке видно. Вот сейчас 33. 33 это в 19.54, вот в 20.13 это сейчас вот, то есть 9 час 33 градуса. Вот моя майка вся мокрая, да, вот, заходим, сразу вода стоит. Мы заказали два супа, еще хотели второе, я говорю, давай одно на двоих, давай. Вот к этим двум супам и второму принесли вот столько еды, вот еще хлебушек. То есть, вот мы вот так любим, чтобы не надо было ничего больше заказывать. Вот заказываешь суп, и тебе все приносят. Вот я вот всегда говорю, почему не учатся у местных, да, у турков тоже так же. Заказываешь одно блюдо, тебе сразу салаты, ты хлеб, и в Ливане так же. То есть, вот в большинстве стран таких приятных, которые я считаю приятными, тебе все принесут за эту цену, которая указана как цена супа, например. А у нас, в Европе, да, которая такая хваленая Европа, за каждую вот эту надо заплатить отдельно. Это будет 15 евро, это там 10 евро, суп 25 евро. Вот ты вот будешь настольник вот так есть. Я потом расскажу, насколько мы наели. Всем привет из-за Будаби.